Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело» в студии Елены Сорокина. Несмотря на то, что Башкирия, как показывает статистика, обеспечивает себя и другие регионы овощами на полках магазинов, можно увидеть также импортную продукцию. В структуре себестоимости наших овощей энергоносители составляют 60-70%. Для того, чтобы жители Башкортостана могли есть местные овощи, необходимы овощехранилища, центры переработки и выстроенная логистика. Овощной бизнес эксперты называют дорогим и рискованным. О показателях овощного сезона 2016 года, основных проблемах и способах их решения будем говорить сегодня с гостями нашей студии. Ильдар Насыров, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан у нас сегодня в студии. Ильдар Собанович, здравствуйте! Здравствуйте! Артур Нагуманов, председатель Союза овощеводов Республики Башкортостан. Артур Кхисматулыч, вас тоже приветствую! Здоровья! Ну и давайте начнем разговор с показателей, с итогов сезона овощного. Ильдар Собанович, в 2015 году в Республике произведено 366 тысяч тонн овощей. Это дополнительные 17 тысяч тонн к показателю 2014 года. А какие показатели по 2016 году? Сегодня можно подводить предварительные итоги 2016 года, но они показывают, что на сегодняшний день мы уже собрали овощей открытого и закрытого грунта в порядке 350 тысяч тонн. То есть, если отдельно взять открытый грунт, там у нас цифры чуть скромнее. Значит, мы собрали 272 тысячи тонн. В прошлом году этот объем составлял 290 тысяч тонн. Но причины тут две. Первое, у нас произошло небольшое уменьшение площадей в целом. И, соответственно, та засуха летняя, которая у нас, атмосферно-постерная засуха прошла по Республике, конечно же, она повлияла. Но положительное, что хочу сказать. У нас идет рост объемов производства овощей закрытого грунта. Если в прошлом году по итогам года мы произвели порядка 76 тысяч тонн, мы уже по итогам 10 месяцев эту цифру догнали. То есть, к концу года планируем дать по теплицам плюс не менее 5-6 тысяч тонн. Хорошо, давайте обратим внимание на овощепроизводителей. Сейчас мы видим данные на наших экранах. Большая часть производимых в Республике овощей приходится на долю личных подсобных хозяйств 70%. Далее идут сельскохозяйственные предприятия 21,7% и крестьянско-фермерские хозяйства 8,3%. По количеству выпускаемых овощей Башкортостан находится на 13-м месте по России и на 3-м месте в Приволжском федеральном округе. Республика полностью обеспечивает себя огурцами, морковью и луком, а по томатам, капусте и свекле наблюдается дефицит. Артур Хисматулыч, скажите, пожалуйста, каким сезон был для местных овощепроизводителей? Помимо засухи, да, с чем они еще столкнулись? Местных овощепроизводителей, я бы сказал, год был неплохим. Почему? Потому что, несмотря на засуху, качество произведенной продукции гораздо выше. Побольше накопилось сахара, побольше содержания белка и так далее. По питательности эти овощи намного выше. У нас всегда не хватает солнца. Это дело другое. Ильдар Сабаранчан говорит, что урожай чуть-чуть понижнее добрали из-за засухи. Это факт. Но, тем не менее, кто овощами занимается, им надо сказать огромное спасибо. И есть такие технологии сегодня, владеют эти овощи водой. Но при этих условиях вырастили достойно урожай, я бы сказал. Неплохой, хороший урожай овощной культуры. А вот из представленных овощепроизводителей, кто, как сказать, особенно отличился, что ли, или чьи объемы вы бы оценили? Это мелкие фермеры, крупные сельхозпроизводители? Можно выделить какую-то категорию? Выделить, наверное, можно и нужно. Но когда вот по итогам года, я бы не хотел, чтобы кого-то обидеть, выделить. Но крупные товаропроизводители по картофоли и овощам, это Аглюлин, Чешминского района, это колхоз Салавата, Саратамарского района и овощи, и картофель. Я имею в виду и овощи, и картофель, кто-то имеет. По закрытому грунту, это лидерами были уже последние 15-20 лет. Это Туимазинцы, у них около 300 гектаров, хоть пленочные теплицы, они вообще очень много производят. Есть производительные технологии, есть самое крупное хозяйство, это агрофирма Николаевская, Уфиминского района, там около 500 гектаров картофеля, 4700 гектаров и так далее. Есть такие крупные производители, они владеют технологией. Теперь, я еще раз возвращаюсь, скажу, хочу подсеркнуть, в таких условиях они получают под 200 сетнеров урожай. Эльдар Субанович, скажите, пожалуйста, от зарубежных поставок на сегодняшний день, насколько зависим, сами себя можем обеспечивать овощами? Ну, хочу отметить, если структуру посмотреть, на сегодняшний день мы огурцами полностью себя обеспечим. Мы на первом месте, значит, у нас обеспеченность составляет порядка 174%, значит, неплохо у нас по моркови тоже порядка 150%, но проблема, где у нас дефицит есть, это в первую очередь, конечно же, капуста и томаты. Вот две культуры, где у нас обеспеченность на сегодняшний день составляет только, значит, 30-35%. Ну, причина в чем тут, хочу сказать, ну, по капусте, сегодня затраты, если посмотреть, оно составляет на один гектар при производстве, надо потратить не менее 250 тысяч рублей. Это огромные затраты. Значит, кроме того, значит, если сегодня полива нету, при таких условиях, то, что мы видели в этом году, конечно, без полива овощеводством заниматься очень рискованно. То есть, будут огромные риски и огромные потери. Значит, по томатам хочу отметить, конечно, значит, дефицит всем обусловлен, тем, что на сегодняшний день огурцы выращивают выгоднее, по рентабельности я имею в виду. Можно я озвучу данные? Есть 53 тысячи тонн, данные на 11 ноября. Это дает экспертно-аналитический центр агробизнеса, агробизнес-центр. С цифрой абсолютно верная. Экспортируем огурцы? Наши огурцы можно увидеть и в Подмосковье, и в Север, и в другие регионы. Значит, активно, значит, со всеми регионами наши товаропроизводители работают. А что еще экспортируем? Ну, и картофель у нас есть, и морковь есть, и севкла есть. То есть, это... Но выгоднее всего огурцы. Сегодня один из самых рентабельных культур – это огурцы. Давайте поговорим о проблемах овощепроизводителей. У нас на телефонной связи директор агрофирмы «Калинники» Азат Багаудинов. Азат Ванильевич, здравствуйте. Добрый день. Азат Ванильевич, здравствуйте. Как вы нас слышите? Добрый день. Да, я вас слышу хорошо. Пожалуйста, озвучьте проблемы овощепроизводства, как овощепроизводитель, ну, конкретно для «Калинников». Какие на сегодняшний день есть проблемы? Ну, хотел бы остановиться на основной главной проблеме, как бы озвучили, для нас, для тепличников закрытого грудня, для овощеподов. Это стоимость энергоносителей. Она у нас занимает, вы правильно отметили, до 60-70% себестоимости выращивания. То, что энергоносители для нас по такой же стоимости идут, как и для, скажем, для других промышленных предприятий. И энергоносители на сегодняшний день никаким образом не компенсируются в стоимости, не субсидируются. Вот это основная проблема для меня. Рынки сбыта? Рынки сбыта, мы нашли своего товаропроизводителя, покупателя, то есть, извините, у нас рынки сбыта на сегодня не пугают. То есть, мы работаем, стараемся сделать качественный продукт, и только все, все остальное решается. Еще, Азат Ванильевич, пожалуйста, оцените, как на практике работают, несколько есть программ государственной поддержки овощепроизводителей. Программы работают хорошо на сегодняшний день. Я сам участвовал в программе «Илиорации». Благодаря ему я поставил линию по орошению. Она сейчас очень нас в этом году выручила. То есть, мы еще выращиваем в открытом грунте капусту, помимо теплиц. Потом программа по овощепроизводству, то есть, программа по строительству овощепроизводителей. Вот я там в этом году заявился, я думаю, что тоже все будет хорошо. Все программы, которые сегодня предлагает Министерство светского хозяйства, Республики Вашкатана и Российской Федерации, и правительство Республики Вашкатана, они работают хорошо. Спасибо большое, понятно. Всего доброго, до свидания. Прокомментируем, да, услышанное. Директор агрофирмы «Калиники» Азад Багаудинов. Азад Фанельевич, первое, что это о особом тарифе на электроэнергию, сказал, так как регион у нас не самый теплый. Я так понимаю, что и на полив, и на обогрев, да, очень много электроэнергии и газа затрачивается. Да, абсолютно верно. Эти цифры подтверждаются. 60-70% затрат в структуре – это тарифы на электроэнергию и газ. К сожалению, у нас в Республике прямого субсидирования за электроэнергию и за газ субсидий нет. Но, тем не менее, хочу отметить, что мы со своей стороны овощеводов поддерживаем. Абсолютно было верно сказано, когда вопрос задавался, какие меры государственной поддержки сегодня существуют. Мы для овощеводов устанавливаем повышенные коэффициенты по субсидиям по несвязанной поддержке. В этом году мы дали два раза даже весной и осенью. Она составляла порядка около 3 тысяч рублей на гектар. Кроме того, мы субсидируем сегодня семена 30%. Мы субсидируем сегодня, если по программе или рации овощеводов работают, до 60%. И федеральная программа по капексам, да? Да. Если это строительство, модернизация теплиц, овощи, картофель и хранилищи, то есть там субсидируется до 25%. Но вот Артур Хисматулыч, что касается, все-таки я хочу вернуться к коэффициенту по электроэнергии, что касается электроэнергии, вы же давно уже выступаете с инициативой ввести такой коэффициент, сниженный тариф на потребление электроэнергии сельхозпроизводителями. Мы, в общем-то, повторяем слова нашего премьера Медведева. Он и министр сельского хозяйства, вот недавно, ну, в прошлом году два раза предложение от имени министерства сельского хозяйства направляли, что мы поддерживаем такую установку, такого коэффициента, понижающего коэффициента. Но пока она принята решение, первое сейчас она принята, кто вот первый раз подключается, им предусмотрены огромные льготы. Это уже, я считаю, что это уже большая победа. Но я думаю, и с овощей водой практически каждый день об этом мы говорим, но ждем мы, ждем решения, вопросу будет. Дважды с обещанием проводил вице-премьер Дворкович, который курирует эти вопросы, и они пока обещают, я думаю, что с 2017 года какой-то понижающий коэффициент за потребленный газ или электроэнергия у нас появится. В 2017 году появится. Вообще, надо сказать, что есть поручение нашего президента страны. Значит, разработать механизмы, значит, субсидирование или удешевление за электроэнергию, за газ. Соответственно, согласно этого поручения, поручено Минпрому разработать и правительству России разработать и подготовить предложения. Тоже мы надеемся, что действительно на федеральном уровне данный вопрос будет решен. А какой нужен коэффициент, Артур Хисматович, чтобы действительно было не столь рискованно заниматься овощеводством? Это несколько раз было, но до 40% это нормально будет чувствовать защищенный грунт. До 40% если коэффициент сегодня около 4 рублей, ну и 3,80 за тысячу километров потребленного газа. Вот 40% если мы снизим, это будет хорошо. Ну, необходимо отметить, значит, для сельхозтоваропроизводителей повышающего коэффициента при потреблении газа нет. Если промышленные предприятия, для промышленных предприятий применяется коэффициент 1,15, то для сельхозтоваропроизводителей оно составляет единица. То есть здесь уже определенные льготы имеют. По электроэнергии в этом году в республике по какому пути пошли, значит, те тепличные комплексы, которые сегодня строятся, новые, и те тепличные комплексы, которые позволяют это делать, условия, значит, мы рекомендуем перейти на высокое напряжение. То есть здесь они... Что это даст? Ну, сегодня в основном большинство, практически 95% подключены к низкому напряжению. То есть здесь тарифы составляют порядка около 4 рублей за киловатт. Если хозяйство подключается к высокому напряжению, тогда у него ставка будет 3,20 копеек. Еще многие овощепроизводители жалуются на то, что сложно найти рынок сбыта, достаточно сложно попасть на полки больших гипермаркетов, супермаркетов, у них особые требования. Вот что нового с этой ситуацией, как она решается, и вышел же новый закон о торговле, да, что изменилось в связи с этим законом? Ну, хочу сказать, что мы, конечно же, поддерживаем этот новый закон. Это только приносит плюсы нашим сельхозтоваропроизводителям, то есть снижается себестоимость продукции и положительно скажется в конечной цене. То, что касается рынков сбыта, да, такая проблема существует. Мы совместно с Госкомитетом по торговле Министерства сельскохозяйства приглашаем туда сетевиков, то есть торговлю непосредственно, приглашаем наших фермеров, делаем круглые столы, стараемся, чтобы они нашли свою точку соприкосновения. И договорились. Но оно результат дает. Сегодня, могу привести примеры, значит, Туймазинский, Кафхат Тимирблатова, работает 13 сетями. Сегодня они торгуют, значит, в госзакупках. Что касается, что в деятельности вмешиваются посредники, которые являются и переработчиками, они могут и вымыть овощи, да, и упаковать их. Это то, что просят супермаркеты и гипермаркеты. Это минус овощепроизводителей, что они не могут организовать процесс. Ну, смотрите, если крупный сельхозтоваропроизводитель, и у него имеется возможность установить упаковку, установить мойку, фасовку и так далее, конечно же, они по этому пути идут. Кстати, все это направляем и субсидируем. Если это мелкий товаропроизводитель, мелкая крестьянская фермерская хозяйство, конечно же, он это не осилит. Соответственно, он будет вынужден или идти на ярмарки, или же он пойдет к этим перекупщикам. По складским помещениям. Мне так много времени осталось, хотелось бы озвучить пути решения проблем. Ежегодные потери овощей в настоящий момент составляют до 5%, картофеля более 10%. Негде хранить, да? Ну, 5-10% это пределах нормы, хочу сказать. Но, действительно, такие потери есть. Сегодня у нас в республике сдвиги есть. Активно те же крупные сельхозтоваропроизводители, даже и мелкие, сегодня модернизируют, строят овощехранилища. Сколько нам еще нужно овощехранилищ? Сейчас есть, я когда готовилась к программе, 4 овощехранилища. Ну, это построено, в целом у нас 27 овощехранилищ на сегодняшний день функционируют. Это на 35 тысяч тонн, а в целом нам необходимо минимум на 80-100 тысяч тонн. Но сегодня мы видим, что ежегодно начали строить и модернизировать, значит, устанавливать современное оборудование, примерно на 10-12 тысяч тонн. Артур Хисмацович, еще такой вопрос к вам. Пожалуйста, оцените работу программ господдержки овощепроизводителей. Программа господдержки уже, как и производитель сказал, и Ильдар Собовин сказал, это, я бы сказал, очень хорошая поддержка. Очень хорошая поддержка. Программа, она работает. Самое главное, она работает. И кто, это участники и по модернизации складских помещений, и по строительству теплиц, они уже у нас есть. Но, к сожалению, совсем мелкие. Люди получили уже, ну, совсем мелкие. Фермеры не могут воспользоваться, потому что на начальном этапе нужны деньги, которые потом будут субсидировать. Ну, знаете, фермеры мелкие, фермер, допустим, 50 соток картофель выращивает фермер. Он этим живет. Как сказал Ильдар Собовинович, он пошел, сегодня 2-3 мешка продал, завтра продал. Он этим живет. Вы понимаете? Все отразделять на крупный, только ориентироваться нельзя. Ну, он хорошо живет, устроился, пусть живет. А все участники рынка в курсе, что есть программа господдержки? Где можно узнать об этом? Абсолютно все. Эта информация есть на сайте Миссельхоза. Кроме того, значит, мы ежегодно в начале года и по мере объявлений конкурса и так далее однозначно до всех районов доводим эту информацию. То, что касается вашего вопроса мелких фермеров, сегодня есть у нас прекрасный программ по кооперации. С прошлого года начал действовать. Пожалуйста, у нас фермеры могут копирироваться, то есть и, соответственно, поставить для себя овощехранилище или же проекты модернизации. И воспользоваться госпрограммой. Абсолютно верно. Мы эти проекты будем поддерживать. Большое спасибо вам за интересную беседу. Пора завершать программу. Это была программа «Дело». Ее провела я, Елена Сорокина. Мы обсуждали итоги овощного сезона 2016 и проблемы отрасли. Эксперты прогнозируют, что при условии стабильности реализации намеченного курса развития отрасли овощной рынок станет более цивилизованным и доступным нашему потребителю. Напомню, что мы сегодня беседовали с заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильдаром Насыровым. Ильдар Субанович, я вас благодарю. Спасибо. И с председателем Союза овощеводов Республики Башкортостан Артуром Нагумановым. Артур Хисматулович, спасибо. Спасибо большое. Успехов вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова